Герберт Уэллс Герберт Уэллс Он возрился на своего попутчика, сидевшего в дальнем углу купе. «А почему бы не отдать его кому-нибудь?» — спросил тот. «Отдать в самом деле. Отчего бы и не отдать?» Это был высокий, темноволосый мужчина с загорелым, но бледным лицом. Он сидел, скрестив руки на груди и протянув ноги на противоположное сидение. Не отрывая глаз от кончиков ботинок, он пощипывал опущенный книзу черный ус. «Отчего бы не отдать?» — повторил он еще раз. «Мистер Хинклифф кашлянул!» — незнакомец поднял глаза, странные, темно-серые глаза, и с минуту невидящим взором смотрел на мистера Хинклиффа. Потом лицо его оживилось. «Да», — медленно произнес он. «Отдать и делу конец». «Боюсь я не совсем понимаю вас», — отозвался мистер Хинклифф и снова кашлянул. «Не совсем понимаете меня?» — совершенно машинально повторил незнакомец, переводя свои необыкновенные глаза с мистера Хинклиффа на портплед с нарочито демонстрируемой фуражкой и обратно на смущенное лицо мистера Хинклиффа. «Вы так лаконичны?» — оправдывался мистер Хинклифф. «А почему бы мне не быть лаконичным?» — переспросил незнакомец, продолжая думать о своем. «Вы по научной части?» — повернулся он к мистеру Хинклиффу. «Я из Лондонского университета», — с нескрываемой гордостью ответил мистер Хинклифф и нервно пощупал свой галстук. «Стало быть, в погоне за знанием», — сказал незнакомец, и, неожиданно спустив ноги на пол, уперся руками в колени и уставился на мистера Хинклиффа, словно никогда не видал человека, занимающегося наукой. «Да», — повторил он и помахал указательным пальцем. Потом поднялся, достал из сетки чемодан и раскрыл его, молча вынув оттуда что-то круглое и завернутое несколько раз в серебряную бумагу. Он осторожно развернул и протянул мистеру Хинклиффу маленький, гладкокожий, золотисто-желтый плод. Мистер Хинклифф широко раскрыл глаза и разинул рот. Он не сделал никакой попытки взять протянутый предмет, хотя незнакомец на это как будто рассчитывал. «Это», — начал странный незнакомец, очень медленно произнося слова, «яблоко с древа познания». «Взгляните! Маленькое и яркое и чудесное познание, и я отдаю его вам». Рассудок мистера Хинклиффа с минуты мучительно работал, но вдруг все объясняющая мысль «сумасшедший» вспыхнуло в мозгу и осветило создавшееся положение. «С сумасшедшими надо соглашаться». Он слегка склонил голову на бок. «Яблоко с древа познания. Вот что!» — проговорил он, тонко притворяясь заинтересованным, и посмотрел на своего собеседника. «Но отчего бы вам самому не съесть его? И как оно попало к вам в руки?» «Оно у меня уже третий месяц. Оно не портится. «Всегда такое же красивое и гладкое, и спелое, и желанное, каким вы видите его сейчас». Он опустил руку на колено и, задумавшись, смотрел на яблоко. Потом снова стал заворачивать его в бумагу, как бы, отказавшись от мысли, отдать его. «Но как оно досталось вам?» — задал опять вопрос мистер Хинклифф. «И почему вы знаете, что это в самом деле плод с того древа?» «Я купил его», — начал незнакомец. «Три месяца тому назад. За глоток воды и корочку хлеба. Мне отдал его за то, что я спас ему жизнь, один армянин. Что за дивная страна! Первейшая из всех стран. Страна, где и по сей день цел ковчег Ноя, погребенный в ледниках Арарата. Человек, о котором я говорю, вместе с другими бежал от напавших на них курдов и забрел в пустынное место в горах, место, куда обычно не добирается человек. Спасаясь от погони, они вышли из среди горных вершин на склон, поросший зеленый, острый, как лезвие ножа, травой, которая безжалостно резала и хлистала. Но курды гнались за ними по пятам, и ничего не оставалось, как войти в траву. Хуже всего было то, что тропинки, которые они прокладывали ценою своей крови, облегчали путь преследователям. Беглецы были все перебиты, за исключением этого армянина и еще одного. Он слышал вопли и крики своих друзей и шорох травы под ногами курдов. Трава была высокая, выше человеческого роста. Потом опять крики, и все затихло. Он замер, не понимая, в чем дело. Снова побежал, израненный и окровавленный, пока не добрался до каменного обрыва над пропастью. Тогда, обернувшись, он увидал, что трава охвачена огнем, и дым отделяет его от врагов. Незнакомец приостановился. — И что же? — спросил мистер Хинклев. — И что же? Он лежал истерзанный, истекая кровью. Кровь лилась из порезов от острой травы, а камни, на которых он лежал, горели в лучах заходящего солнца. Все небо было, как расплавленная медь, и дым от пожара плыл в его сторону. Он не решался оставаться там. Не смерть, а мучения были страшны. Вдали, по ту сторону дымовой завесы, продолжали раздаваться крики и вопли, женские вопли. Он пополз среди скал по ущелью, поросшему кустами и высохшими ветками, которые кололись, как шипы, скрытые в листве. И так полз, пока не скрылся, наконец, в складках одного гребня. Субтитры создавал DimaTorzok